Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет презентацию «Семейная сага. История, которая рассказывает о судьбе разных поколений». «Семейная сага» — это история, которая рассказывает о судьбе разных поколений одной семьи. Действие таких книг может разворачиваться в нескольких столетиях. Страница за страницей меняются времена, герои взрослеют, традиции теряют былое значение или, наоборот, укрепляются. Раскрываются семейные тайны, происходят разрушительные ссоры и случаются долгожданные примирения. Романы этого жанра особенно увлекают, а их герои становятся почти родными. Убедитесь в этом сами. Мы выбрали для вас несколько семейных саг от классики до современных историй. Первая книга, которая открывает наш обзор, это, конечно же, «Война и мир» Льва Толстого. В романе «Эпопея» одной из ведущих по определению самого писателя является мысль «Семейная». Лев Толстой утверждает, что люди, как реки, каждый имеет свой исток, свое русло. С истока, с колыбельной матери, с тепла родного очага, с заботы родных начинается человеческая жизнь. И в какое русло она войдет, во многом зависит от семьи, семейного уклада и традиций. В центре произведения два семейства – Ростовых и Балконских. Главное качество членов семьи Ростовых – абсолютная искренность, доверчивость, естественное движение души. Чуткая, отзывчивая, восторженная и ранимая Наташа, наделенная счастливым даром читать тайное людей и природы. Очаровательный в своей наивности и душевной щедрости Петя. Открытый, прямодушный Николай. Все они унаследовали от родителей способность к сочувствию, сопереживанию, соучастию. Ростовы – настоящая семья, в которой царят мир, согласие и любовь. Незаурядностью привлекает к себе и семья Балконских. Отец Николай Андреевич с блеском умных и молодых глаз. Энергичен и деятелен. У сына Андрея отец вызывает восхищение своим острым аналитическим умом и обширными глубокими знаниями. Неисчерпаемое сокровище души и семейного тепла открывает писатель в своих любимых героях. Не зря Пьер Безухов, размышляя о том, что одобрил бы Платон Каратаев, ставший для Безухова идеалом доброты и совестливости, говорит Наташа, одобрил бы нашу семейную жизнь. Он так желал видеть во всем благообразие, счастье, спокойствие. И я с гордостью показал бы ему нас. Автор книги «Угрюм река» Вячеслав Шишков 20 лет работал инженером-исследователем в Сибири. Его опыт жизни в этом удивительном крае вдохновил на создание масштабного романа «Угрюм река» истории трех поколений семьи Громовых. Сибирь, времена золотой лихорадки. На фоне суровой красоты тайги проходит жизнь Прохора Громова, сына купца. Энергичный, целеустремленный, он стал достойным наследником, сколотив приличное состояние. Но даже упрямство и трудолюбие не спасают Прохора от несчастий. Когда-то его дед Данила совершил роковую ошибку, а расплачиваться за нее предстоит внуку. Так Прохор, прежде честный человек, вязнет в трясине зла. Многое встретит он в пути. Испытания золотом и властью, тяжелую болезнь и безумную страсть, любовь, ненависть, дружба, предательство. Все это круги ада, по которым суждено пройти героям. Основной в романе является тема становления, развития и гибели русского капитализма, прослеженная на судьбе трех поколений семьи сибиряков Громовых. «Семейная сага. Тяжелый песок» от автора Анатолия Рыбакова. Говоря об этом романе, Анатолий Рыбаков признавался, что все происходящее с героями когда-то случилось с ним самим. Действие книги «Воспоминания» охватывает более 30 лет. Главные герои – влюбленные друг в друга Рахиль и Яков. Счастливо живут в маленьком южном городке. Радости и печали, ссоры и примирения, теплые дни и прохладные вечера. Их неспешную однообразность жизни внезапно разрушает Вторая мировая война. Роман повествует о трагедии Холокостства и мужестве сопротивления. Еще одна книга называется «Сказания о людях Таиги» авторы Алексей Черкасов и Полина Москвитина. Это семейная сага в трех книгах «Хмель», «Конь рыжий» и «Черный тополь». Еще в 1941 году автор книги получил письмо из деревни от некой Ефимии. Письмо было написано с буквой «Ять» и очень его заинтересовало. Черкасов поехал в эту деревню, отыскал бабку Ефимию, ей было тогда 136 лет, и выслушал ее историю. И вот она становится героиней книги. Ефимия предстает совсем молодой, в детстве она лично виделась с Наполеоном, а сейчас судьба занесла ее в старообрядческую общину, где царят строгие и очень страшные порядки. Все, кто попал в эту общину, должны соблюдать ее суровые законы. Роман просто прекрасен. Описание природы Сибири, описание традиций и обычаев старообрядцев, местами жестокие обряды самосуд, своя вера о непризнании царя и веры Никона после раскола. Книги повествуют о событиях в Сибири и во время Гражданской войны, и в период после революции, вплоть до конца Второй мировой войны. Большой эпопейный роман Николая Кузьмича Жернакова «Краснотал» часто сравнивают с Тихиндоном Михаила Шолохова. Под одной обложкой собраны три книги романа – «Горелый бор», «Краснотал» и «Крутые сувои». Основные перипетии сюжета происходят в селе Горелый бор, и само село и его жители оказываются втянутыми в круговорот исторических событий. Однако автор выносит повествование и за его пределы – в Петроград, Архангельск, на фронты Гражданской войны. Читатель знакомится с обитателями Горелого бора, наблюдает, как события, происходящие в стране, отражаются на жизни северной деревни. Затем наступает Гражданская война. В сюжет включаются новые персонажи. И действия второй книги автор доводит до коллективизации и раскулачивания, а в третьей книге описывается жизнь героев предвоенные годы и заканчивается повествование Великой Отечественной войной. Перед читателями проходят сложные судьбы семей Рябовых, Костиных, Кочергиных, Фоминых и многих других. Главные герои романа – Устинка Лыткина да Илейка Рябов. Любовь между ними крепкая да верная. Но вот беда. Посватался Кустье, Захарий Кочергин, сын местного богатея. И решили Илейка с Устинкой бежать. Да вот поймали их. Илейку на каторгу сослали за сопротивление. А Устинку замуж выдали. С этой семейной драмы и начинается развитие событий в романе. Конечно же, нельзя не вспомнить и роман «Вечный зов» Анатолия Иванова. Это масштабное произведение, охватывающее огромные исторические события. 1905 год и Октябрьскую революцию, Первую мировую и Гражданские войны, Великую Отечественную войну и восстановление народного хозяйства и страны после разгрома фашистских захватчиков. В трудных судьбах героев находит выражение «Живая связь времен». От отцов к детям передается эстафета борьбы за справедливость. Роман на Рене Абгарян «Люди, которые всегда со мной». Это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас, даже уже уйдя, даже незримо, и делают нас теми, кто мы есть. Трилогия «Русская канарейка» Дины Рубиной – это семейная сага о жизни двух семей – открытых одесситов и замкнутых алмаатинцев. Два разных мира связывает один виртуозный маэстро – кенарь Желтухин. В первой же книге Желтухин встречается описание дома. Этот дом в романе становится символом рода Эттингеров – барометром, показывающим состояние духовной и материальной семьи. В той или иной момент ее развития. Жильцы этого дома многое пережили – взлеты, потрясения, триумфы и падения. В советское время происходит разрушение дома, в который заселяются посторонние люди. Дом становится уже не домом Эттингеров, а настоящей коммунальной квартирой. Дом Эттингеров всегда был наполнен музыкой и талантливыми людьми, но тяжелые испытания, вызванные прежде всего революцией, гражданской войной и политикой Советского Союза, оказались разрушительными. Все, что таил этот дом себе, постепенно сгорало, и дом стал переполнен новыми соседями. В конце романа Желтухин дом Эттингеров разделяет участь большей части семейства, погибая вместе с некоторыми членами семьи, с культурным наследием прошлого. Вместе с тем он давлеет над членами рода своим прошлым и невозможностью вырваться из всего того, что происходило в нем. Поэтому крах дома в романе становится символом ломки традиций и стереотипов, кардинальной смены вех в истории семьи. Произведение автора описывает жизнь нескольких поколений, взлеты, падения, радости и трагедии. Он знакомит читателей с множеством судеб и персонажей, которые являются самобытными, ярко выписанными. Глухой девушке, которая путешествует по миру, и юноше, по неволе ставшему резидентом разведки, суждено встретиться, когда-то очень давно их семьи связала общая тайна. Семейная сага Степнова и женщины Лазаря охватывает период от начала XX века и до современных дней. Это текст о большой любви и в то же время нелюбви. Главный герой книги Лазарь Иосифович Линд – гениальный ученый, физик, математик, изобретатель атомной бомбы. Еврей, атеист, язвителен, некрасив, обаятелен, нетактичен и трогательно ромним. Речь пойдет не столько о науке, сколько о частной, семейной, личной жизни героя, что отражено и в структуре романа, четко разделенной на временные интервалы. Хрустящим от мороза ноябрьским утром 1918 года юный Линд появляется в коридорах МГУ и знакомится с одним из отцов-основателей современной гидро- и аэродинамики – Челдоновым. А потом вместе с желающим приютить гениального юношу Челдоновым приходит к нему домой и влюбляется в его супругу, светлую, прекрасную Марусю, цельную, хозяйственную, мудрую, с даром к домашней алхимии. Линд страстно любит ее, а она непоправимо замужем и обожает его как сына. Сталинские чистки в романе, хоть и не трогают Линда и Челдонова, но грозной тенью маячат поблизости. Во время войны дружная троица эвакуируется в Энск, борется там с ощутимыми тяготами военно-тыловой жизни. Маруся все время держится эталонно, ведет дом, помогает окружающим, дает кровь нескольким семьям, фактически устраивает частный детский сад, и от нее все время сияние исходит. Она классический образец настоящей русской женщины. У автора получилось сделать ее живой, положительной, но без пафоса. И даже ее смерть летом 1949 года показана очень тонко и бережно. На этом этапе книга просто превосходна. Спустя 10 лет после смерти Маруси Линд влюбляется в другую, и действие разворачивается дальше. Знаменитый роман-притча Гарсио Маркеса «Сто лет одиночества» написан в жанре магического реализма. Его часто включают в список величайших книг 20 века. Только на стыке фантазии и реальности мог появиться город Маконда, затерянный в джунглях, и семейство Буэндио, которому самой судьбой назначено страдать от одиночества. В этом мире идут гражданские войны и дожди, одинаково бесконечные. Цыгане раскрывают тайны Вселенной тем, кто задает правильные вопросы. А люди становятся святыми и грешниками, героями и предателями, но не способными к искренней любви. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание!